15 января 2011 года в России впервые был образован абсолютно независимый следственный орган. В разное время подобные структуры подчинялись МВД, КГБ, НКВД и прокуратуре. Специалисты Следственного комитета расследуют наиболее сложные и резонансные коррупционные дела, преступления против несовершеннолетних и ими содеянные. Сегодня в Забайкальском следственном управлении работают 300 сотрудников. За прошедший год им удалось расследовать почти 5000 дел. В благодарность за добросовестную работу сегодня вручили награды, в том числе приз имени Героя России Алдара Цединжапова. Лучшим следственным отделом среди 20 по итогам работы в прошлом году был признан отдел по центральному району Читы, которому вручили переходящий приз – статуэтку Савы. Следователями нашего отдела рассмотрено более тысячи сообщений о преступлениях. Находилось в производстве более 800 уголовных дел. Из них более 400 преступлений коррупционной направленности. 160 уголовных дел направлены в суд. Это уголовные дела в отношении более чем 200 лиц, совершивших преступления. Сотрудники Краевого следственного управления сегодня не только сами получали подарки и награды. Руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю генерал-майор Геннадий Подзноев от имени всех коллег передал архиепископу Читинскому и Краснокаменскому и Встафию собранные деньги на восстановление храма в городе Нерченск. Екатерина Станиславская, Дмитрий Пенигин. Время новостей. Спасибо. 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 Спасибо.